Ну а мы продолжим говорить о романе Достоевского «Преступление и наказание» на этой неделе. Тема еще не закрыта в эфире ЛАЙ-78, ну а прямо сейчас мы поговорим и на эту тему в том числе с Мариной Красильниковой. Вот как представить вас можно, она и поет, и танцует, и теперь еще пишет стихи. Все правильно? Ничего не забыла из ваших творческих способностей? Доброе утро. Доброе утро. Творчество Федора Михайловича Достоевского хотелось бы с вами как с поэтессой обсудить. Любите этого писателя? Мне кажется, творчество Федора Михайловича невозможно не любить, причем это такая любовь не насильственно привитая в школе, в школьной программе, а такая любовь более осознанная для думающих людей. Совершенно, совершенно согласна. Это даже не обсуждается. Ну как-то есть какие-то стихи написаны по мотивам, вот как фильмы создавали по мотивам «Преступление и наказание»? Что-то нашло отклик в вашем песне? Ну, я думаю, стихи от хороших эмоций редко пишутся, поэтому в основном они пишутся от каких-то совершенных небольших преступлений каждым человеком эмоциональных. Вы начали писать совсем недавно, года четыре назад, насколько я знаю. Все верно. Как это произошло? То есть вас что-то вдохновило? Вы увидели красивый цветок, я не знаю, или там солнце выглянуло из-за точек и написали стихотворение? Как это было? Это произошло от любви, как и все в нашей жизни. Вот. Поэтому любовь единственное и самое серьезное мое вдохновение. И первое время вы стихи писали там каждый день, да? Или... Да, я писала. Это я очень переживала, что... С утра до вечера, ночью. Знаете, понятия графоман-поэт очень близки, поэтому я очень переживала, что я все-таки графоман. То есть для себя что-то так частным образом, да, получается? Да. Для себя, для души в стол, как говорится. Да, в стол. Но потом, когда у меня вышел первый сборник, я поняла, что творчество интересно многим людям. Это было лестно, приятно. И поэтому теперь я знаю, что у меня есть своя аудитория, свои читатели, и я пишу для них. Причем этих читателей как раз можно увидеть в вашем сборнике стихов в первом пароле. Он сделан как страничка социальных сетей. Да, все верно. Это был очень интересный ход в оформлении книги. И каждый читатель, который оставлял комментарии в соцсетях, он мог с легкостью найти свои комментарии прямо в сборнике, выпущенном. Так же было и во втором сборнике, который называется Инстаграм. И на этом социальную тему вы закончили? Или дальше третий тоже будет все так же еще? Нет, сейчас мы готовим третий сборник. Он не будет посвящен теме соцсетей, хотя тема как никогда актуальна. Он будет более камерный, более классический. Скоро выйдет. Больше какие вам близкие темы? Это что-то лирическое, про любовь, опять же? Или каково настроение? Ну я же девушка, да, поэтому, конечно, мне близко лирическое, про любовь, пострадать, попереживать. Может быть, так? Возможно, да, возможно, возможно. Слушайте, а вот удивительно, эти сборники, которые были два сборника на данный момент, они не продавались? Вы их сами рассылали своим читателям? Да, это была наша задумка. Это была ни в коем случае не коммерческая какая-то история. Мы рассылали по почте по всей России и странам ближнего зарубежья русскоговорящим сборники. Читателям они оставляли заявку, оставляли свой почтовый адрес, и им приходила посылка. И это, согласитесь, очень приятно. Очень приятный подарок. Практически. Не каждый автор присылает тебе книгу подписанную еще? Да, подписанную, разумеется. Ну вот если с поэзией вы связали свою жизнь совсем недавно, то с танцами уже, я так понимаю, лет с четырех, да, где-то вот? С пяти, да. Достаточно большое время. Вот танцы были в вашей жизни всегда. Один из новых, последних ваших видеопроектов, который называется «Три минуты», там вот, на мой взгляд, да, все объединилось. И танцы, и поэзия. И философия, и поэзия, все верно. Потому что об этом, конечно, может быть, и не стоит задумываться, но никогда не знаешь, какой день, какой год, какие минуты станут последними. Тяжелая тема для размышлений, но, тем не менее, может быть, иногда стоит об этом думать. Ну вот съемки проходили с участием профессиональных танцоров, да? Да, 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 да. Человек, который об этом знает все. Участвовали в продюсировании, да? Да, все верно. Это очень долго мы работали над этим видео, около трех месяцев. Много локаций, много сюжетов. Цель была тронуть зрителя, заставить задуматься, и, я думаю, мы ее достигли. И стихов здесь в этом видео нету? Стихи здесь у каждого, наверное, свои придут на ум. Вот. У меня есть стихотворение, посвященное теме последних трех минут, возможно. Она называется «Последний раз». Если вы не против, я кусочек прочитаю, буквально небольшой. Моя радость. Среди изящных поворотов, как жаль, что никому из нас. Замесить не дано, как что-то мы делаем в последний раз. Как много мы бы поменяли, без полумер и без прикрас, если бы осознавали, что это был последний раз. Да, такое грустное стихотворение. А мы точно знаем, что у вас есть такие более, что ли, ну, нейтральные, не вызывающие грусть, а какие-то такие, может быть, положительные даже эмоции. Может быть, что-то из этого прочитаете? Да, с удовольствием прочитаю. Хоть сегодня не понедельник, а, как вы сегодня говорили, среда. Да, у меня есть стихотворение специально для тех людей, которые всегда хотят поменять что-то в своей жизни в понедельник. Да, перестать кушать сладкое, бросить курить. Ну, правильно, начало недели. Начало недели, да, вот специально для такой аудитории людей стихотворение, которое называется «По трафарету». Разлинованы сюжеты, приготовлены холсты. Жизнь свою по трафарету не спеша рисуешь ты. Кошелек, друзья, соцсети, отношения вполне. В планах дом и даже дети. Может, флирт на стороне. Перемены в понедельник. Мысли змеи по ночам. Снова спит душа бездельник, без внимания к мелочам. Как-то мимо все, печально, но к себе претензий нет. Просто не был изначально интересным трафарет. Вот. Я всем желаю очень интересных трафаретов и удачного их исполнения. А вот это вам сама идея близка? Начинать с понедельника? Или вы, как, между прочим, человек, который попал в топ-50 женщин Петербурга и Москвы, все делаете здесь и сейчас? Здесь и сейчас это удел, наверное, таких очень сиюминутных решений. Поэтому я не против что-то начинать в понедельник, особенно если это обдумано заранее, например, в воскресенье. Поэтому почему бы и нет? Вот. Привязка к любому календарному Новому году или к понедельникам, лишь бы люди что-то делали. А вот ваши стихи часто же поэты, начинающие, высылают свои стихотворения. По примеру, раньше высылали, чтобы получить отклик там. И потом говорили, вот, посмотрите, там, не знаю, допустим, Маяковский мне сказал, что оценил мое творчество. Вы кому-то отправляли свои стихи? Кто-то из опытных уже поэтов, известных вам что-то о них говорил? Нет, свои стихи я не отправляла. Мне достаточно мнения моих близких людей, которые разбираются и в литературе, и в поэзии. Но очень часто присылают ребятам мне стихотворения, и я, естественно, не беру на себя роль сурового критика, потому что не имею на это права. И я просто поддерживаю всех и мотивирую на то, что нужно просто продолжать, раз это пишется. Стихи не пишутся, стихи случаются. Больше для себя или для тех самых своих поклонников творчества? Вот как чувствуете, как ваши ощущения? Для Вселенной. Я не знаю, как это объяснить. И у каждого творчества, продукта, творения есть свой зритель, и если это создается, значит, это хотя бы одному человеку нужно на этом свете. Вот хотелось бы узнать у вас о каких-то ближайших интересных планов, какой у вас проект задуман, потому что и танцы, и музыка, и поэзия, все вам близко. Может быть, какой-то клип задумали или что-то еще? Знаете, задумок хватит, наверное, лет на 200. К сожалению, человеческая жизнь несколько короче. Давайте так, 2016 год. 2016 год. Очень бы хотелось выпустить третий сборник, снять пару танцевальных видео со смыслом, танец со смыслом, чтобы это не были просто бездомные движения. И, наверное, заняться вокальным творчеством. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи. Марина Красильникова была в студии LA-78.